Пироги с котятами Никола Пашиняна. Old Hill Boy, он же Евгений Сатановский, на телетайпе за 19 сентября 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждаются в помощи в распространении записываемого контента. Спасибо за понимание. Поехали. То ли будет Армения в НАТО, уйдя из ОДКБ и попросив наших военных на выход с базы в Гюмри, на которую после этого немедленно сядут американцы, а может и турки, что будет особенно забавно. То ли нет. Никол Пашинян до того многовекторный, что аж флюгер напоминает. То ли нас военными маневрами с американцами, поездка его жены в Киев на тусовку к Зеленскому и признанием римского статута Мус шантажирует. То ли всерьез собрался подальше от России отчаливать светлое будущее. Не Армении, так его лично. У той же Украины или Молдавии так и происходит. У Зеленского, Порошенко и Санду все великолепно. А у их стран плохо. Но кого это волнует? Да и у прибалтов и поляков та же ситуация. При том, что население их стран может вертеться как пропеллеры. И ему ничего все равно уже не поможет. Разве что Советский Союз каким-то чудом обратно вернется. При этом сам Пашинян утверждает, вопреки всему тому, что он говорит и делает, что вектор развития Армении не изменился. Что вполне нормально для человека его типоразмера. Зачем же сразу отношения рвать? Может удастся с Москвы что-нибудь выдавить? Под конец этого романа притяженностью в три столетия, по результатам которого армяне уцелели как народ, а Армения вновь возникла как государство, окрепла и чрезвычайно обогатилась в составе Советского Союза, из которого она без малейших колебаний вышла, как только смогла это во времена Горбачева и Ельцина себе позволить, без риска для тех ее начальников, кто за этим-то достоял. Так что не с Пашиняна в Армении дистанцирование от России началось далеко не с Пашиняна. И не им оно закончится, если, конечно, Армения вообще уцелеет, что есть большой вопрос. Какой бы мелкой сволочью ни был Пашинян, а он ею несомненно является, надо честно сказать, что он с самого начала был продуктом чисто американских политтехнологий. И это было прекрасно известно всем, кто у нас хотел это знать. Что до светлой идеи руководства, что неважно, кто стоит во главе той или иной бывшей Советской Республики, бывшей страны СФ и Варшавского договора, а хоть бы и НАТО, если нас с этим государством связывает, к примеру, общая история, религия и в первую очередь экономика, фигня это на пустном масле, замешанная на самом примитивном вульгарном марксизме, который только можно себе представить. Но кого чему в детстве и юности учили, тот в то и верит, хоть кол ему на голове тиши. Американцы же при этом, что на Украине, что в Армении, с толком использовали удивительную кадровую неразборчивость наших внешнеполитических аккинов. Отечественная чиновничья и олигархическая верхушка заточена на сотрудничество с социально близкими, такими же, как они сами. Этих чижиков она признает равными себе, берет их в партнеры, разговаривает с ними до самого конца их правления, пока они не вылетают со своих постов вперед собственного визга. Именно на них дело и делает ставку в бывших советских республиках, да и не только в них, наша бюрократия. Понять можно, они для наших вельмож свои. Беда только в том, что население их стран с годами начинает их люто ненавидеть, больно уж воруют и беспредельничают много. И тут американцы выдвигают на авансцену своего, ничем не запятнанного и до поры некоррумпированного популиста. Зеленский с его сериалом «Слуга народа» Пашинян их непременно избирает, после чего они все вашингтонские проекты и реализуют. Ну а мы, мы их ни на кого не меняем, ни наш метод, да и ни на кого нам их менять. Что до народа, народ в поле и виноваты у него в итоге. Так и так во всем будут русские. Схема такая, вполне ставшая стандартной. При этом спроси сейчас кого угодно в Армении. Это Россия им Карабах не отдала. И только благодаря Москве он сейчас не является частью Армении. Предала, стало быть, Россия национальные интересы армянского народа. А что Ереван ни при каком своем начальстве никаких официальных претензий на Карабах не выдвигал, а Пашинян от него вообще отказался, признав частью Азербайджана, так это другое. Получается, Россия обязана была у Баку отжать Шушу, Степанакерт и прочие города и деревни Карабаха в пользу Еревана и заставить Армению принять этот щедрый подарок. Что интересно, сам Ереван даже Крым частью России не признал. Вот такие пироги с котятами. Old Hill Boy. Пироги с котятами Никола Пашиняна.